Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я приветствую вас в своей рубрике о Таро простым языком. Сегодня я хочу ответить на вопрос Анастасии. Прежде чем я это сделаю, я сначала хочу вас поблагодарить за то, что вы действительно пишете вопросы. Эта рубрика будет существовать до тех пор, пока ваши вопросы будут приходить, они будут актуальны. Почему? Потому что, как я обычно люблю говорить, нет запроса, нет результата. Вот, имейте это в виду, и под любым видео вы можете оставлять свои вопросы, либо в разделе «Сообщество» под последним постом, где изображен Икар. Итак, вопрос Анастасии. Елене, здравствуйте! Возник такой вопрос по поводу Таро. Ваше видение чтения карт прямых и перевернутых. У многих точка зрения по этому поводу расходится. Если же не использовать перевернутые значения, то как понять, что в данном раскладе Аркан считывается в своем теневом значении? Буду признательно за ответ. Отвечаю. Откуда вообще появились прямые перевернутые карты? Арканы, если опять-таки, да, рассматривать Таро через призму Древосферот. Вот, потому что мне именно модель Древосферот, она дает все объяснения и пояснения, да, то есть Таро очень хорошо воспринимается так. Вот, есть Древо Жизни, да, что это, калахматая, сори. Есть Древо Жизни, есть Древо Смерти, Древо Клипот. Одно показывает нам именно наши светлые позитивные качества, да, а другое показывает наши теневые аспекты, да, наши негативные восприятия. Если исходить из того, что у Арканов есть и плюс, и минус, да, то в данном случае перевернутые карты у нас говорят про минус, а, ну, прямые, они должны говорить о плюсах. В английской школе, да, то есть есть две школы, да, условно говоря, направления. Это английская школа, которой соответствовала Золотая Заря, и французская школа, да, по Папиусу. Одна школа у нас говорит, английская, она говорит о том, что мы не читаем Арканы в перевернутом виде, да, а читаем только на прямых картах. У нас, конечно же, возникает вопрос, а как тогда понимать теневой аспект, да, если Арканы, они у нас все время в прямом положении находятся. Я тоже читаю по этому, по этой модели, да, по этому формату, если так можно сказать, я не читаю перевернутые карты. Как я понимаю, я всегда говорю о себе, как я понимаю, что этот Аркан сейчас должен говорить о какой-то минусовой своей грани, а не плюсовой. Ну, так, образом, чтобы было понятно. Дело в том, что, когда я обучаю тоже своих учеников, я это рассчитываю на уровне ощущений. То есть любой Аркан я проживаю через себя. И в зависимости от своих собственных, да, ощущений в теле, я понимаю, этот Аркан сейчас у нас говорит о минусе, либо о плюсе. Почему? Потому что чисто визуально, опять-таки, мы можем, конечно же, посмотреть, какие Арканы его окружают, да, если, допустим, негативные Арканы, ну, негативные, какие могут быть негативные, Луна, Дьявол, Башни, либо какие-то мечевые, да, мечевая масть, то мы понимаем, что этот Аркан, он берет окрас именно от негативных карт. Это если вы не читаете через себя, да, интуитивно. Это вот для головы, вы понимаете, что вот этот Аркан, он больше в минусе будет считываться. Если вы читаете через себя, то у вас возникает ощущение, например, выпадает императрица, но вы чувствуете, я чувствую внутри себя, что что-то мне здесь не нравится, да, здесь вы какое-то, знаете, ощущение где-то что-то сжалось, да, ощущение, как будто бы какой-то вот подвох есть. То есть я опираюсь на свои собственные ощущения, исходя из этого, я говорю, что этот Аркан я буду читать в минусе, а не в плюсе. Также, кроме того, что вот мы смотрим, да, если опять-таки интеллектуально считывать, да, Арканы, не опираясь на себя, то мы смотрим просто, какие Арканы его окружают и всегда в контексте. Мы никогда не рассматриваем Арканы и трактовку просто так, как она вообще интерпретируется. Мы всегда смотрим в разрезе вопроса, мы всегда привязываем к какому-то конкретному вопросу, который мы рассматриваем. И если, например, смысл у нас идет негативно, то есть вопрос задан через негатив, например, почему мы расстались, да, то есть расставание здесь подразумевается, допустим, через неприятные ощущения, да, через негатив, тогда и Арканы мы рассматриваем через эту призму, то есть почему я расстался, не потому что я, допустим, там, изобильный, ну, то есть здесь связка такая, знаете, многогранная, и я, если честно говоря, даже если бы я не читала карты через себя, я не знаю, как бы я смогла прямые карты различать, там, плюс либо минус. Поэтому остановимся все-таки на том, что делаю я для себя, я уже объяснила, да, то есть я через свои ощущения, если мне возникают какие-то неприятные ощущения, причем не только ощущения, да, я могу слышать, ну, то есть когда я нахожусь в потоке и читаю карты, что я уже говорила о том, что значит поток, это когда ты концентрируешься именно и сфокусирована на Арканах. Сами Арканы, они использовались не для предсказаний, а для вхождения в определенные состояния медитативные, то есть на Арканы мы медитируем для того, чтобы развивать в себе те или иные качества, которые есть заложены в Аркан через ощущения как раз-таки. И вот когда я начинаю считывать, да, я вижу полностью всю картинку, я начинаю не только внутри себя ощущать то, о чем вещают карты, мне это могут приходить через картинки, мне это могут приходить через какие-то звуки, да, и я понимаю, если звук неприятный, ну, например, если ты слышишь, что речка журчит, я смотрю, допустим, на Аркан опять-таки императрицы и слышу где-то журчание речки, да, я понимаю, что это приятно, для меня, по крайней мере, да, то есть это приятные звуки, это не какафония, но если я, например, посмотрю на колесо фортуны, и оно может закрутиться как в удачу, да, так и неудачу, опять-таки все субъективно, но если я услышу скрежет колес, я понимаю, что это неприятный звук, да, я буду читать это в минус, то есть у меня в процессе расклада задействованы все абсолютно органы восприятия, да, как этот, это не ясновидение, иногда я вижу, да, тарологи пишут там расклад и ясновидение, у меня, я не могу сказать, что это ясновидение, почему, потому что я использую, ну, абсолютно все свои экстрасенсорику, да, вот так будем сказать, да, говорить, экстрасенсорные свои способности, что значит экстрасенсорные дополнительные, то есть они у меня есть, но я, допустим, на них не обращаю внимания, то есть вы сидите и не обращаете внимания, что там часы где-то издают какой-то звук, да, может быть машина на дороге, то есть вы на это не обращаете внимания, но когда вы начинаете обращать на это внимание, у вас появляется экстра, то есть дополнительное вот восприятие тех или, ну, работают те или иные органы, вы их замечаете просто, не то, что их не было, вы их замечаете, вот как раз-таки во втором, когда я делаю расклад, я это все замечаю, то есть здесь много деталей, вот, это мое видение, да, я даже, если честно, если бы даже и работала, я один раз, по-моему, попробовала для себя попрактиковать на перевернутых, и я не смогла считать перевернутые карты, ну, то есть они мне были непонятны, а вот именно в процессе расклада я четко понимаю, я четко ощущаю, вот это вот в плюс, вот это в минус. Вот такой вот ответ, не знаю, насколько вам было полезно, Анастасия, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, я благодарю вас за внимание, жду ваших вопросов, с вами прощаюсь, пока-пока.